доброе утро когда вы говорите что трактовки в астрологии пафосные вы что имеете ввиду трактовки преувеличенные или все намного проще понимаете например с такого понятия королевский градусом астрологии попадает к эта планета в королевский предположим градус и и этому есть описание если как король прожил вот эту свою планету как он использовал вот это верхушка того что может произойти и когда вам астрологическая программа она вам выдает всю информацию по максимуму вот так вот а в реальности в жизни человека это может работать на 20 процентов тебе нужно понять когда ты смотришь того чека там марс во льве да вот смотри он вор ли это в αльве да но сам черк рак и и марса в альве будет уже окрашен солнцем солнце в раке вы хотите или не хотите то есть кто-то не обращает внимание до многого на самом деле аспекта и смотря на человека может сказать на сколько просто даже посмотрев на лицо человека можно сказать на сколько у него это будет работать и даже ну чё-то владающий например большим опытом астрологии в опытном психологии психоаналитики энергетики он скажет насколько это сработает это начал если человеку дать хорошую машину ездить можно сказать насколько эффективно он будет есть машина хорошая и шансы на ней ездить как более безопасно и быстро не больше но будет ли на ней хорошо ехать в точности сказать нельзя просто шансы когда машина хорошая незначительно больше такая же ситуация в астрологии происходит какая-то ситуация там на момент рождения вас зарядили таким-то образом ваши шансы прожить такую жизнь они очень высоки но как вы проживете это родная мама и тетя родились близнецами разница в 10 минут по их наш по 10 минут то есть мама умерла в 60 лет до тети до сих пор живет то есть там не за 70 уже 10 минут разницы то есть родились на одном столе астрологии все основные вещи одинаковые ну там понятно что карма прошлой жизни она немножко разная до плюс там сместились какие-то вещи но вот пожалуйста да то есть там у тетя умер муж там убили мужа там когда и было 50 лет или меньше да там папа пережил маму на на как то есть вроде бы как бы люди родились а карма у них в этом плане разная как люди полученный баланс используют во многом зависит от них самих возможности души и возможности сознания ну плюс воспитания и многое другое в астрологических программ почему их читают почитаешь право программы думаю что вот это какой-то великий человек радиус ну просто вот велики понимаешь что великими это единицы то есть и максимально возможные какие-то вещи как отрицательный положительный так отрицательные они в реальности срабатывать по полной программе у единицы в реальности срабатывать какая-то их часть если вы читаете такую трактовку и будете принимать на себя все же да скажите ну блин это не сильно похожи на правду это не будет сильно похожи на правду ты-то если вы пошли учиться в институт это не означает что вы будете мировым ученым 100 мировым именем хотя вы учиться пошли высшее учебное заведение ну даже скажем так и вы защитили кандидат squad или докторскую диссертацию совсем не значит вы будете ученым мировым именем Можете будете работать уже в лаборатории какой-то, разрабатывать непонятно что. Что-то, что кому нужно, но никогда про вас никто не узнает. Хотя вроде вы получаете дополнительное после высшего образования, получаете степень. Поэтому я просто читал разные трактовки. Есть трактовки, которые пишут просто знаком зодиака. Они, конечно, во многом оторваны от действительности, потому что они показывают очень размытый срез. Есть частные трактовки программ, которые не являются пустыми. Они основаны на опыте людей, у которых была подобная ситуация. Взят опыт какой-то тотальный, либо собран тотальный опыт и записан в программу. Если вы будете отталкиваться от тотального опыта, то вы поймете, что от тотального опыта все не сработает. Человек, которому отдали учиться в институт, не обязательно станет ученым. А трактовка в гороскопе такая, что по максимуму. Поэтому, когда читаю трактовку, там какие-то просто есть указатели на какие-то вещи, которые, например, при анализе гороскопа астролог может не заметить. Задача астролога найти, по крайней мере, основные вещи и тенденции и дать возможность понять ему, довести это до клиента. Какие-то детали могут ускользать. Если вы составите гороскоп у 10 разных профессиональных астрологов, каждый внесет что-то новое. И очень вероятно, что это новое будет актуально и будет работать. Это могут быть какие-то, может быть, детали, но эти детали могут быть для вас и важны. Поэтому 100% из средств гороскопа дают только гений, гений и единицы. Ты же хороший астролог, он все равно вам все не даст. Потому что, чтобы сделать большой гороскоп, настоящий гороскоп, как раньше делали королям, ему еще высчитывали события на всю жизнь. А потом их еще в течение жизни корректировали, высчитывая резонансы. То есть астрология – это как наука, которой постоянно нужно заниматься. То есть это большой резонанс энергии касаемо человека. И эти энергии постоянно меняются, меняя программы. Поэтому в свое время Глоба ошибся с предсказаниями. То есть он предсказал, и по основной тенденции это как бы должно произойти было. Но есть же еще и резонансы. А от резонанса Глоба не считал, хотя, в общем-то, он знал, что только резонансы. То есть резонансы могут настолько изменить, что те события, которые должны вроде бы произойти, очень много высокой вероятности, они не произойдут. Или произойдут так, что их никто не заметит. Если вы занимаетесь астрологией, просто относитесь к этому как бы с фильтром определенным. Читаете какие-то вот такие пафосные, очень величайшие из великих, добивались высот каких-то. Относитесь к фильтрам. То есть потенциальная тенденция есть, но насколько она сработает, она вот. Есть какие-то вещи, которые очень явные. Например, у меня была однажды знакомая, у которой был щит и Грегора. Есть такая конфигурация, два перекрещенных замкнутых тригона. Она работала, да. В женщине никогда в жизни не было сколько-нибудь значимого стресса. Да, она развелась даже в жизни, но у нее в жизни стресса не было. Два замкнутых тригона, щит и Грегора, ее в жизни защищали. Понятно, что когда это война, все страдают, да. Но у кого замкнутый тригон, его не убьют. То есть полевые, биоэнергетические связи будут созданы так, что этот человек выживет. По совокупности причин. Есть такое понятие, когда мудрый человек что-то изучает, он опирается на чувство меры. Если чувства меры нет, он может впадать в крайности, да. То есть либо себя сильно куда-то занижать, либо завышать. Исходя из информации, которая идет согласно опыту людей. Поэтому я пишу и говорю частно, что любые трактовки сейчас в астрологических программах, они сильно пафосны. Если вы составите себе гороскоп просто в программе, он будет во многом не соответствовать действительности. В этом плане человеческий фактор, он, мягко говоря, необходим. То есть бывает это проще, а бывает это все даже и сложнее. Хотя такое понятие сложнее сказать. Основная сложность в том, чтобы понять, насколько существующие силы в действительности сработают. Вот астролог, имеющий не только картинку, дату рождения, но и видящий человека, поговорящий с ним, он скажет, каким ресурсом человек обладает. Потому что, например, как говорил человек, у которого учился астрологии, коровяк Николай Олегович, он говорил, что чуть ли не половина астрологии – это расчет. Остальное – это медитация. То есть это проверка, насколько чувствуют тонкопылевые системы. Данная система сработает. Есть тенденция, и она имеет силу. А насколько она в реальности должна сработать. То есть как бы вот в астрологии есть какая-то вещь, которая касается способности человека. И она, как вот говорил Торовяк, неотъемлемо связана. Как показывает мой опыт, в общем, так одно и есть. У меня были случаи, когда два человека рождались в один день. И согласно астрологии они должны быть очень похожи. А в реальности это два разных человека, даже вы не подумайте об этом. Субтитры создавал DimaTorzok